Дорогие братья и сестры, мы вновь вас приветствуем в прямом эфире. Хотелось бы передать приветы, которые вы нам прислали, а также всем слушателям. И это место для приветов. Братья и сестры из Воронежа передают нам привет и всем слушателям. Также Ирина Жукова из города Бийск, Алтайский край, приветствует нас. Сестра Оля из Италии передает всем нам привет. Также сестра Ирина из Сталина приветствует всех нас. Валерий, Мария, Оксана передают привет из Коломые. Также брат Валерий передает привет из Риги. Привет передает сестричка наша из Киева, Татьяна. Брат Евгений, сестра Светлана и брат Илья передают привет из Киева. Сестра Алена, а также ее муж Олег из Лазова, Харьковской области передают привет. Привет передают из Германии сестра Елена, брат Эрвин и их мама. Также приветы примите от всех наших братьев и сестер, которые написали в Одноклассниках и передали нам все всем приветы. Это приветы для всех вас и для всех слушающих. Я хотел бы также еще объявить, что служение у нас происходит здесь по пятницам в 18 часов вечера по киевскому времени, по московскому это 19, а также в 10 часов утра по киевскому, по московскому 11. Поэтому, дорогие наши слушатели, в это время вы можете нас слышать и видеть в прямом эфире. Продолжаем нашу тему о святилище. Тема номер 3. Давайте мы с вами вспомним, о чем мы с вами говорили предыдущие две темы, для того, чтобы связать и напомнить нам эту тему, чтобы у нас было общее такое представление. Мы с вами рассматривали книгу Даниила 2 глава, книгу Даниила 8 глава, где были указаны седьмины. Мы их не будем повторять, но мы напомним, что Гавриил Даниилу сказал пророчество, которое он должен был записать. Шестьдесят девять седьмин, шестьдесят две седьмины, одну седьмину, которые говорили о том и привели нас к такому моменту, когда израильский народ, возвратившись из Вавилона, отсчет времени 2300 вечеров и утр начался с 457 года. Я думаю, что все эти моменты вы прослушали, а кто не слушал, вы сможете прослушать в первой теме. Но к чему мы ведем? Мы ведем к тому, что начало всего этого начинается с книги Даниила и заканчивается в книге Откровения. Когда мы с вами сегодня будем рассуждать над этим вопросом, мы с вами, конечно, возвратимся к Даниила 2 глава, которая история подтверждает историю империи. Почему мы это повторяем и почему мы акцентируем над этим? Дело в том, что мы хотим тем самым из Библии доказать, что каждое пророчество и каждое слово, которое исходит из уст Божьих, это и есть истина и оно исполняется в точности. Когда мы с вами читали во второй главе Даниила об истукане, об этих частях истукана головы, груди, а также и ниже, до самого конца, до пальцев, мы видим, что история подтвердила. Когда мы с вами поднимаем книгу историческую, истории империи, государств, мы видим, что в точности все исполнилось и в точности все произошло. Это подтверждает что? Что все, что написано в Писании, оно является авторитетным и никто не имеет права исковеркать в своем понятии, в своем стиле, опровергая то или иное пророчество, которое Бог определил для народа Божьего, чтобы они знали истину. Поэтому это одно из доказательств, что какое-то недоверие может произойти и все остальное, что касается истины, оно исключено. Даниила, 8 глава, с 9 по 14 текст, мы с вами прочитывали, что здесь сказано о том, что ангел сказал Даниилу, что это время относится к последнему времени или же к концу времени. Чтобы не прочитывать эти тексты, мы их в прошлый раз читали, но я напоминаю о том, что было сказано Даниилу, чтобы он сокрыл эти слова, потому что эти слова или же это пророчество относится к концу времени. Но задается вопрос, исполнилось ли все то, что было сказано Даниилу по отношению к концу времени? Конечно, когда мы с вами проходим эти периоды, 2300 вечеров и утр, когда мы проходим периоды по книге Откровения 1260 лет и все остальные даты, мы видим, что оно исполнилось. Мы живем с вами в последнее время. Давайте мы с вами вспомним, что говорил Гавриил Даниилу, что с того времени, когда выйдет указ о восстановлении храма, должно пройти 2300 вечеров и утр. Мы знаем, что по Библии день за год это определение Божье. И никто не имеет права устанавливать уже другие даты, потому что мы знаем, что в современном христианстве уже есть установление день за день и расчеты, которые мы с вами понаблюдали и которые мы видим, что они как бы получили крах своего учения, о котором многие об этом говорили, это Дэвид Гейтс, который тоже какие-то свои расчеты представил день за день. Но это другая история. Если Библия говорит о том, если Бог сказал, что день за год, значит мы не должны своего человеческого философия вставлять в библейские истины и исчислять своим понятием. Поэтому, начиная с 457 года, мы с вами раньше рассчитывали, и мы пришли к году 1844 год. Это библейское установление, это библейское пророчество, и никуда от него мы не денемся. Что же произошло в 1844 году? Если Гавриил сказал Даниилу, что это пророчество, оно относится к концу времени, значит мы видим, что 1844 год является началом конца времени. 1844 год, должно произойти особое событие. Это событие произошло, мы знаем историю Миллера, который изучая Священное Писание, Он приводит такое действие миллеритов, которые исчисляют то же времена, 2300 вечеров и утр, и они определяют, что в это время должно произойти пришествие Иисуса Христа. Но сегодня многие из людей осуждают Миллера в том, что Миллер неправильно сделал это пророчество, и что многие люди, они были разочарованы, и что Миллер является обманщиком. Но я хочу произнести опровержение этому. То, что произошло с Миллером, это Бог допустил специально. Бог всегда допускает специальные разочарования и специальные действия для тех людей, которые в свое время отходят, и это люди множество отходят от истины. Давайте мы с вами подумаем над этим вопросом. Почему Бог допускает такие действия грандиозного отступления и разочарования? Когда мы читаем Писание, сказано о том, что когда была съедена книга, она была сладкая, а потом она стала горькая. Я извиняюсь, немного простыл. Когда мы с вами этот вопрос поднимаем, мы видим, что Израиль, целая нация, которая в свое время ожидавшая обещанного Мессию, отошла в неверие. Когда мы с вами смотрим на это положение, скажите, сколько людей пошло за Иисусом Христом или какое движение христианства начало быть? Это мизер по отношению всей нации Израиля. Это малая группа верных христовых последователей. Когда мы с вами просматриваем историю, мы видим, что эта история повторяется после 1260 лет пророческих. Это происходит и остается снова малая группа тех, которые начали исследовать Священное Писание и искать ошибку Миллера. И это было не более 20 человек, которые Бог из них организовал движение последнего времени. Когда мы с вами рассуждаем над этим вопросом, этот вопрос говорит нам следующее, что те люди, которые остались в этой малой группе, они приравниваются к тем, кто пронесли эту весть до нашего времени. Давайте мы с вами подумаем об этих людях. Это была небольшая группа, которые не разочаровались. Мы знаем, что после провозглашения Миллера о приходе Иисуса Христа, все разочаровались и все ушли в разные своеобразные деноминации, из которых они состояли. Они посчитали Миллера обманщиком. Но эта группа из 20 человек начала искать ошибку, и Бог им открыл эту ошибку. И эта ошибка заключалась в том, что святилище должно быть очищено. Они в свое время понимали, что земля это первое отделение святилища, а небо это святое святых, это второе отделение. И поэтому святилище, как земля, должно быть очищено приходом Иисуса Христа, то есть огнем. И это как бы завершение всего того прихода Иисуса Христа. Мы знаем, что в это время зарождается движение адвентизма седьмого дня, то есть адвентисты, ожидающие, в переводе ожидающие, второе пришествие Христа, то есть люди ожидающие. Но давайте мы с вами вспомним, для того, чтобы доказать, что Слово Божие, истина, оно верно. Кроме всех этих лет, также есть семь периодов, или же семь церквей. Мы также наблюдаем о том, что есть, также было Яну показано, семь светильников, которые обозначают семь церквей. И когда мы читаем книгу Откровения, там сказано, если не покаяться, то сдвину светильник твой. И это имеет все пророческий смысл. Это говорит о том, что оно не просто однообразное движение в понятии пророчества. Оно все в комплекте идет, как светильники, как периоды, как года, как все остальное, как звери, которые в книге Даниила и книге Откровения. Оно все в комплекте идет, и мы не имеем права вырывать что-либо и создавать свою теорию и свою догму по тому или другому вопросу. Оно идет все в комплекте. И я хотел бы сегодня представить вам, чтобы вы это поняли. Итак, мы видим, что седьмой период – это Лаодикийский период. Это церковь последнего дня. Как говорят о том, что не будет восьмой церкви, не будет восьмого периода. В действительности так. Этого не будет. Потому что церковь Божия, она познается в духе и в истине. Не в названии, а в духе и в истине. И вот эта церковь, которая является адвентизмом, то есть людьми ожидающими, это не говорит о том, что церковь, которая несет это название, которая на баннере или на вывесках, на молитвенных домах написана АСД, это не говорит о том, что это та церковь, о которой сказано в Писании, что это церковь. Здесь сказано в духовном понятии. Те люди, ожидающие второе пришествие Христа, которые хранят истину, вот они являются ожидающими, или же адвентус на латыни. Поэтому сегодня многие люди ошибаются в том, что если они приходят в организацию, которая имеет вот такое название, они думают, что они пришли в истинную церковь, и они оттуда, с этих лавочек, они будут вознесены на небо, потому что они называются адвентистами седьмого дня. Это ошибочное представление. Это не есть истина. Итак, мы с вами видим, что Бог, как вначале в Израиле было разочарование, когда они распяли Христа и не приняли, и осталась маленькая группа людей. Также произошло именно после пророческих этих дней 1260 лет, тоже произошло великое разочарование. И когда мы с вами сегодня переходим в настоящее время, задается вопрос, А думаете ли вы о том, что в наше время тоже произойдет вот такое великое разочарование, и что все-таки из этой массы 18 или 20 миллионов адвентусов останется маленькая группа тех, которые действительно будут ожидать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа? Движение перед закрытием двери благодати или же времени окончательного – остаток из остатка, который провозглашает весь трех ангелов в истинном свете. Не то, что мы сегодня с вами слышим, когда просто публикуются или громко говорят «весть трех ангелов» мы проповедуем. Чтобы проповедовать «весть трех ангелов», надо проповедовать все три вести в том изложении, которое Бог требует и которое написано в Священном Писании. Также сегодня происходят то же самое отделение как во время Миллера – остаток, как во время Иисуса Христа – остаток, так и в настоящее время. Когда мы читаем книгу Откровения 18 глава 4 текст, там ясно сказано, что голос иного ангела, то есть голос особого ангела, который послан для особой вести. И что этот ангел, провозглашая, нам говорит? Он говорит «выйди, народ мой, из Вавилона, чтобы не участвовать вам во грехах их и не подвергнуться чаши гнева или же язвам». Итак, мы с вами видим, что в настоящее время то же самое происходит, что происходило и в то время. Весь для настоящего времени нам говорит следующее и нам дает определение следующее, что в настоящее время должно произойти именно вот этот остаток из остатка, о котором написано в Священном Писании, и которое это подтверждает также и Вестница в своих письменах, что все-таки будет остаток из остатка. Если по пророческому понятию церковь адвентистов седьмого дня является остатком, и это действительно так, по пророчеству, то когда мы идем дальше, мы видим, что Бог говорит, что все-таки из этого остатка, который в седьмом периоде ладикийском, должен произойти еще один выход. Это выход остаток из остатка. Многие думают, что слово Вавилон относится к католикам, православным или другим динаминациям, потому что современный адвентист настолько уже о себе возомнил, что он в истине, что он знает Слово Божие, и он как бы с высокомерием вот этого фарисейского духа, как в то время было, фарисеи смотрели на Христа, на учеников. То же самое происходит в духовном понятии современном. Мол, об этом говорит также Писание, ладикийский период, обращение Бога к ладике. Что сказано там? Сказано о том, что ты возомнил о себе, ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужду. Но по факту Бог говорит и показывает, что ты какой? Нищий, слеп, наг. Вот это есть оценка. Оценка вот этого остатка, который по пророчеству возник в 1844 году. Хотя мы знаем, что в это время, это первое столетие, с 1844 года, еще была истина, но потом, как последующие из опытов, мы видим библейских, началось как бы схождение на низ, или же в греховность, или отступление. Поэтому многие, которые думают, что Вавилон это кто-то, но не мы, не адвентисты, это большая ошибка. Вавилон, слово Вавилон, это смешание истины с ложью. То есть смешание. Если в истине присутствует ложь, значит, это уже есть вино Вавилона. Но Библия нам говорит о том, что Вавилоном, действительно, Библия называет, это женщину, сидящую на звере, которая в руках держит чашу, наполненную мерзостью, то есть учении, это Рима, католическая церковь, сидящая на звере, то есть на власти. Власти папства, власти Ватикана. Бог говорит, выйдите и отделитесь. Современная церковь адвентистов стала дочерью этой блудницы. И когда мы читаем с вами книгу Откровения, 17 глава, там ясно написаны эти слова. Но когда мы рассуждаем над этими словами, мы почему-то всегда думаем, что эти слова относятся к кому-то, но не ко мне. Поэтому в пятом тексте, 17 главы, написаны следующие слова. И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Итак, мы видим, что это мама, католическая церковь, она имеет дочерей. И когда мы рассуждаем над этим вопросом, я думаю, что современный адвентист говорит, это дочери кто? Это баптисты, это пятидесятники, это там еще какие-то... Всех называют, кроме себя. Но давайте мы все-таки посмотрим на эту дочь, которая действительно может уподобилась. Когда мы с вами поднимаем истину, когда мы с вами начинаем рассматривать, упояна ли эта дочь тем вином, которые в чаше у этой блудницы, то есть эти мерзости, эти лжеучения. Когда мы поднимаем эти вопросы, то действительно видим, как постепенно в это движение, которое Бог вызвал в 1844 году, проникло вот это ложное учение. Это учение о Троице. Мы знаем поэтапно, как оно происходило с 1931 года, 1931 года, потом в 1946 году издание книги «Эвангелист» под воздействием Лероя Фрума, потом дальше все эти журналы и урочники, которые как бы впаивали вот это вино блуда или же лжеучения, и в 1980 году на генеральной конференции в городе Даллас было принято остаточно Троица и введена догма в церковь адвентистов седьмого дня, что Бог это есть Троица. И когда мы с вами над этим вопросом более начинаем как бы изучать, мы видим, что даже книга, которая называется «Вначале было слово» это доктринальная книга на шестой странице, там написано, что церковь адвентистов седьмого дня приняла общепринятое христианское учение о Троице. И мы видим по всем пророческим признакам, определениям, что та церковь, которая была признана для того, чтобы она проповедовала трехангельскую весть, фактически она стала дочерью этой блудницы, этого Вавилона. Это прискорбно слушать. Для того, чтобы очистить и избрать для себя верный народ, поклоняющийся в духе и истине, и им завершить задуманные действия, Бог всегда отсеивает негодные, чтобы они не противостояли цели Бога. Теперь снова давайте мы возвратимся. Во время Иисуса Христа Бог просеял израильский народ и из них себе выбрал этих двенадцать учеников и тех последователей, которые впоследствии пришли для того, чтобы сделать или же цель Божью, чтобы они исполнили. Для чего? Для того, чтобы был проповедан Мессия, который по пророчеству должен был прийти, и он пришел. Мы видим, что Бог просеял Израиля, и только отборные зерна он приготовил для этого. Дальше мы видим, во время Миллера, когда это все случилось, мы знаем, что под проповедью Миллера во звании о пришествии Христа, он настолько уверенно благовествовал именно в этом действии, что многие люди поверили, одни поверили из-за чего? Из-за того, что они действительно этого ожидали, другие просто убоялись, что они будут погибшие, и все они вот этой толпой ринули в миллеритство для того, чтобы быть спасенными. Но Бог, мы видим, посредством этого всего просеял все то негодное, которое пришло именно в это движение, и этих 20 человек остались, которые должны были пронести по усмотрению Божьему, какую весть? Весть трех ангелов, последнюю весть для настоящего времени. Поэтому в настоящее время, переходим в настоящее время, Бог сегодня тоже просеивает весь адвентизм. И не думайте о том, что адвентизм как миллеритство, как иудаист в то время, оно полностью будет спасено. Бог избирает для себя эти крупицы, этих людей, эти колоски, эти зернышка, которые должны пронести весть для настоящего времени. Если мы знаем, что в то время, когда во время иудейства, во время пришествия первого пришествия Христа, что должны были проповедовать книжники и фарисеи, с чему должны были приготовить они народ, к встрече мессии, который должен прийти. Когда мы далее рассуждаем о миллере, что должно произойти, он должен был подготовить или же те люди, которые вышли из этого всего как бы 20 человек, они что должны сделать, они должны сделать следующее, они должны проповедовать трехангельскую весть. Если в настоящее время Бог что требует от нас, как и проповедь трехангельской вести, но в этой проповеди трехангельской вести заключается весть для настоящего времени. Бог сказал, что Он изольет дух Ильи в двойной мере. Когда мы с вами, я часто напоминаю вам, в чем заключался дух Ильи? Он заключался в том, что Илья на горе кормил, он отстаивал истинность поклонению живому Богу. Сегодня настолько движения, разные движения, эти дочери блудницы, в том числе, к сожалению, и та церковь, которая седьмого периода была предназначена для провозглашения истины трех ангелов. И первая ангельская весть говорит об едином одном Боге Отце и об одном посреднике Господе Иисусе Христе. Это весть для настоящего времени. И вот эти люди, которые сегодня составляют именно вот это движение, они должны пронести эту весть, и они ее пронесут, и они всем укажут, что учение блудницы о троице, это является католическим учением, это лжеучение. Библия говорит, что есть один Бог и один посредник. Больше нет. Когда мы с вами переходим из этих всех чисел, этих лет, мы приходим к тому особому времени, что нам надо доказать, что на основании Библии, что на небе есть оригинал святилища, где совершаются дела каждого человека, и будет в конце вынесен вердикт, спасен или погибший. Вы видите, что вот каждое библейское изложение, оно не просто идет само по себе, мы могли бы только рассказать о святилище и на этом все, но мы видим, как оно за собой охватывает, вот как бы ком снега, когда его катишь, так он вот липнет снега, и он становится больше, больше, больше. Вот так же само пророчество. Как только по Библии начинаешь разбирать, вот эти все второстепенные, можно сказать, к этому вопросу, они как бы налипают, и вот эта истина, она становится все более, более и более, как бы доказуема, и она о себе говорит, что это является истиной. Поэтому мы, когда с вами вот это все прослушали, говорит о том, что мы живем в том времени, что мы живем именно в этих исчислениях, что вот этот седьмой период, он является тем периодом, который должен именно вот это все рассказать и доказать. А теперь вопрос к тем, кто опровергает существование небесного святилища. Зачем Богу надо было говорить Даниилу и устанавливать сроки, если по вашему утверждению его, этого святилища там нет? Если мы читаем книги Даниила, где сказано о том, что святилище очистится, если его там нету. Но мы дальше об этом еще будем говорить. Зачем дальше показывать Иоанну на острове Патмос подтверждение того, что было сказано Даниилу. Мы знаем, что книга Даниила и Откровения Иоанна Богослова взаимосвязаны и взаимоподтверждающиеся. Когда по этим понятиям если люди доказывают что там нету святилища, значит выходит что Богу просто не было что делать и Он просто заполнял страницы Писаний какими-то своими такими вымыслами, которые в дальнейшем не имеют ничего общего с тем, что было сказано Даниилу. Но это невозможно, потому что мы знаем, что Библия каждое слово которое там записано оно имеет смысл и этот смысл он распространяется до того времени пока он полностью не исполнится и этот смысл подтверждается другими моментами. Когда мы с вами открываем Библию Откровение 4 глава задается вопрос если мы прошлый раз с вами изучали о том что Моисею было дано повеление построить скинию или же святилище таким-то таким-то образом а вчера мы с вами говорили об этом о всех этих там инвентарях атрибутах все что там было которые символизировали как мы с вами изучили Иисуса Христа то задается вопрос если это было в то время и если этого уже нет настоящее времени как они утверждают что святилища нет на небесах и это оно не нужно и не актуально тогда задается вопрос почему Бог открыл Иоанну и снова начинает как бы этим открытием Иоанн описывать Откровение 4 глава 5 текст Иоанн 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 Мы видим что Иоанну было отверстие неба и он там это видел если там есть 7 светильников вы помните вчера мы с вами тоже говорили что в Скине был светильник из 7 лампад да вот и если Иоанн видит там тоже этих 7 светильников и каждый светильник он обозначает что период или же церковь и эти периоды мы с вами когда-то изучали вот эти периоды всех этих церквей Эфес Филадельфия там Сардис и все остальные но мы живем с вами в периоде лаодикийского периода вот о чем там и написана характерность нашего времени тогда когда мы читаем что в Данииле когда Даниил записывал о земном святилище Скине там стояла минора или же светильник из 7 светильников то есть мы знаем что здесь как написано что 7 это полнота полнота духов полнота Божья полнота церквей то есть 8 церкви не будет то есть 7 периодом 7 церквей откровение когда мы читаем вторая и третья главы мы не будем прочитывать здесь описаны эти церкви Эфес Мирна Пергамская Фиатирская Сардиская Филадельфийская Лаодикийская все остальные там даны характеристики того периода и их то что Бог их или хвалит или же Бог их как бы обличает мы с вами находимся в Лаодикийском периоде и этот период по пророческим годам начинается с 1844 года это еще раз подтверждает вот эти периоды почему он начался потому что заканчивается 2300 вечеров и утр Лаодикий в переводе называется люди суда то есть начинается суд следственный суд если задается вопрос если нету святилища так нету и суда понимаете так если нету и суда то нету и грешника оно все за собой влечет так же само как и в троице да когда мы с вами изучаем если они все три равные безначальные значит там нет сына и нету отца то что они говорят и как сегодня уже и Тед Вильсон выразился что слово сын это метафора фактически он не сын они все три безначальные все три бога одинаковые и мы видим как вот это фальшь она все как бы разрушает так же самое по отношению святилища если по логикистскому периоду народ суда и начался следственный суд и дальше будем в этом говорить тогда значит есть и святилище и есть вот это все то что мы вчера с вами изучали вот вот этот жертвенник вот это кровь вот это все которое в прообразе оно как бы напоминает нам небесное далее иоанну было показано в восьмой главе в третьем тексте следующее и пришел иный ангел и стал перед жертвенником держа золотую кадильницу и дано было ему множество фимиама чтобы он с молитвами всех святых возложил на его золотой жертвенник который перед престолом это иоанн видит уже в это время уже не в моисеева а уже в это время после христа что вышел ангел и стал перед жертвенником какой жертвенник мы вчера с вами об этом говорили когда приходил грешник там в первую очередь он видел что жертвенник где как бы возносились жертвы он также мы видим что кадильница мы вчера с вами изучали о том что брались угли жертвенника и ставились там где фимиам воскурялся это молитвы святых мы видим что здесь все как бы как в зеркале отображается земное с небесным хотя мы знаем что земное было здесь сделано моисеем по образу как бог говорил о небесном то есть это как бы отображение и так мы видим что иоанн видел там и кадильницу и жертвенник и фимиам также мы читаем в 11 главе 19 текст и отвертся храм божий и так мы видим что все таки там есть храм мы знаем что на земле это скиния это переносной храм как бы сказать но мы знаем также что в израиле были храмы которые разрушались восстановлялись храм соломона и в этом храме точно было все то что мы вчера в прошлой теме второй изучали там был и жертвенник и умывальник и светильник и стол с хлебами и все все что было и там и ковчег завета все было вот так же мы видим что иоанн открылось небо и он увидел что там храм божий на небе и явился ковчег завета это ковчег завета во святое святых которое было это в скине земной и там есть ковчег завета в храме его и произошли молнии голоса и громы и землетрясения и великий град и так мы видим что иоанн видит и храм там в откровении 15 главе 8 текст так же сказано и наполнился храм дымом от славы божьей и от силы его и никто не мог войти в храм доколе не окончилось семь яз семи ангелов снова иоанн подтверждает что он видел этот храм и в этом храме было наполнено вот этом дыма от воскурения присутствия божия он видел храм тогда задается вопрос почему те которые отвергают небесное святилище не учитывают то что было показано иоанну и не сравнивают то что было на земле в скине когда делал моисей и не сравнивают с книгой даниила об этих пророческих годах доказательство что на небе есть храм а храм это то что мы знаем что ну храм соломона и все там было как я уже говорил в 14 главе книги откровения 15 текста читаем и вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке пусти серп твой и пожни потому что пришло время жатвы ибо жатва на земле созрела и так мы видим что это голос ангела который завершает историю нашей планеты жатва и нива нива это кто это люди а жатва это серп ангелы которые соберут всех тех которые должны быть в житницах божьих но мы видим что этот ангел вышел откуда из храма и поверх сидящий на облаке сердце на землю и земля была пожата другой ангел вышел из храма один вышел из храма ангел и следующий вышел тоже из храма находящегося на небе здесь даже Иоанн как бы подчеркивает из храма находящегося на небе так же с острым серпом тогда задается вопрос мы будем доверять писанию или будем доверять тем которые опровергают о небесном храме и о небесном святилище храм это место где пребывает Бог и где решаются вопросы спасения человечества поэтому когда мы с вами начинаем изучать более досконально эти вопросы мы видим что те люди которые опровергают небесное святилище они все-таки не имеют таких доказательств какие доказательства имеет священное писание такая точка зрения поддерживается позже и свидетельством Иоанна среди всего того что ему было дано видеть за открытой дверью на небе он пишет что я видел семь светильников горящих перед престолом сидящего золотой жертвенник курения золотую кадильницу ковчег завета божьего ясно что он видел все что было связано со служением в храме небесном это откровение одиннадцатая глава девятнадцатый текст пятнадцатая глава восьмой текст каждый исследователь библии может узнать из перечисленной что эти вещи входили в инвентарь святилища и они были там благодаря существованию храма и были использованы по назначению в служениях которые там проводилось сами по себе эти предметы не могут существовать если не связаны с каким-либо храмом или служением в нем поэтому мы видим что все то что было показано Иоанну оно действительности принадлежало к тому месту где оно должно и было быть в служении поэтому тот факт что Иоанн видел этот инвентарь на небе после вознесения Христа доказывает что там есть святилище и что ему было позволено заглянуть туда и увидеть его но задается вопрос когда мы сравнием земное святилище или скинию что происходило там мы знаем все что происходило с второй темы мы вчера с вами говорили что приходил грешник и там грехи вот эти исповедовались и все остальное пересчитывать мы пересказывать не будем мы все это знаем но я напоминаю чтобы вы мысленно как бы сравнивали что происходило в земном святилище и что происходит в небесном сколько бы не сопротивлялся кто-либо пусть он признает что на небе существует святилище и приведенных свидетельств вполне достаточно чтобы доказать этот факт Библия говорит что святилищем первого завета являлась кинья Моисеева где Бог именно присутствовал там над крышкой ковчега завета и где прощались или же день очищения был израильского народа Моисей говорит что на горе Бог показал ему образец по которому он должен был строить скинию послание к евреям снова свидетельствует что Моисей построил скинию согласно показанному образу и образец является истинной скинией которую воздвиг Бог и в итоге как заверение всего того что писал Павел о существовании небесного святилища Иоанн будучи очевидцем свидетельствует что он видел ее там мы даже читаем что апостол Павел упоминает о святилище небесном если 2300 вечеров и утр по окончанию которых святилище должно быть очищено закончилось до Христа если говорят что это касается ветхозаветнего времени то святилище которое надлежит очистить должно быть святилищем того времени то есть говорят это было до того времени мол тогда очищалось раз в год вот это святое святых от всех этих грехов накопления а если период 2300 вечеров вечеров иуд переходят в христианскую эру и мы с вами знаем что было сказано Гавриилом Даниилу что с того времени как будет издан указ о восстановлении храма это произошло в 457 году царем Артаксерцем плюс добавляем 2300 вечеров иуд то мы видим что мы переходим куда на 1844 год это просто библейская арифметика здесь ничего нет сложного но мы должны в этих цифрах и в этих моментах видеть что же должно было быть произойти поэтому святилище о котором здесь идет речь есть небесное святилище нового завета то есть это не земное то что происходило здесь на земле это уже в духовном понимании то есть вознесенном что на небе есть вот это святилище и так же происходит вот это все очищение дальше мы об этом поговорим это мы можем доказать когда приведем аргументы в том какой период охваты 2300 вечеров и утро то что я с вами вам говорил мы сделаем это и докажем это со смертью христа окончилось и прообразное служение то есть истинное скиние когда мы вчера с вами рассуждали о скинии земной там было ясно показано что все и жертва и жертвенник и хлебы и фимиам и все остальное оно все указывало на кого на иисуса христа поэтому на небе является святилищем вот это истинное скиния нового завета то было ветхозаветнее которое приносились жертвы животных а в новозаветнем так же как апостол павел пишет как мы с вами читаем что уже кровь не животных а чья сына божия и так пророчество данила 8 глава 14 текст находит свое полное исполнение в новом завете то и святилище в котором говорится в нем должно быть святилищем нового завета то есть как крути не верти все равно должны согласиться о том что есть небесное святилище которое происходит такое же служение которое происходило образно говоря здесь в земном в конце 2300 вечеров и утр то есть 1844 году на земле в течение многих веков уже не было святилища то есть в тот период вы помните да вот это темное средневековье 1260 лет разрушение храма в начале нашей эры в 70 году когда уже его не было этого храма когда не было этого святилища и не приносили жертвы и мерзость запустения там как описано о священном писании таким образом пророчество на 2300 вечеров иуд и тогда святилище очистится без сомнения указывает на небесное святилище не на то что было оно никак не может возвратиться в никуда а именно на небесное все то что мы говорили до сих пор о святилище только косвенно касалось основного вопроса пророчества но этот вопрос касается очищения святилища на 2300 вечеров иуд и тогда святилище очистится в начале необходимо нам определить что является святилищем чтобы затем разуметь что означает его очищение теперь мы к этому конечно готовы когда мы с вами изучили земное святилище и понимаем поэтапно что там происходило поэтому когда читатель или же слушающий может задать вопрос разве на небе может быть что-либо что принадлежит очищению если там сказано что там ничто нечистое не войдет но когда мы с вами начинаем более ясно это все рассуждать и понимать и является ли это препятствием для принятия представленного здесь мнения тогда он выступает не против этой книги но против божьего слова которое утверждает этот факт то есть этот человек который опровергает что не существует небесного святилища он выступает против самого бога и против его слов которые записаны в библии вот павел ясно утверждает что существует очищение не только земного но и небесного святилища это записано евреем 9 глава 22 и 23 тексты где сказано да и все почти по закону очищаются кровью и без пролития крови не бывает прощения и так образы небесного должны были очиститься сами самые же небесные лучшими из всех жертвами поэтому мы видим что апостолы также подтверждали это когда мы с вами начинаем изучать мы видим что если в ветхом завете грешник очищался жертву то есть кровью животного то в новом завете грешник очищается кровью самого христа совершаемая работа это прощение греха и его удаление но для того чтобы удалить грех нужно пролитие крови а пролитие крови мы знаем что это пролитие крови самого христа Поэтому очищение не является физическим очищением, что там вот какая-то нечистота, вот грех там сидит, вот такой-то по такому названию. Это очищение является в духовном понятии, но оно имеет связь и имеет грех со святилищем, потому что только во святилище может быть произведено это очищение. Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к служению, которое совершало земной скинье. Человек, совершивший грех, сам приводил невинные животные. Ну что-то овечка виновата, что я, например, совершил какой-то грех. Она не виновата, она себе послась, она себе жила. Я сделал вот грех, вот я такой человек сделал грех. Я беру эту овечку, привожу к дверям скиньи. В присутствии священника я ложу свои руки на голову этого животного и исповедую грехи. Что вот я такой-то и такой-то сделал такой-то, такой-то грех, чтобы Бог простил. Посредством этого выразительного акта человек признавал себя согрешившим и достойным смерти, как написано, что за всякий грех смерть. Но вместо себя он посвящал для убиения жертву, и его вина символически возлагалась на голову животного. То есть здесь суть чего? Суть символики. Как по отношению земного святилища, вот этого жертвоприношения, перенесения своего греха на это животное. Вот так же мы должны понимать суть и святилища небесного в духовном понятии, но не в том, когда задают вопрос, а как там вот это, а как вот это то, а как оно может быть вот так, то есть нашими этими плоскими такими вопросами. Потом далее сказано, потом он своей собственной рукой, этот грешник, брал нож, он закалывал эту жертву и отнимал у нее жизнь. Понимаете? Вот Бог, насколько он хотел достучаться до этого грешного человека, чтобы он прочувствовал, чтобы он видел собственными глазами, как это жертва, как это животное невинное умирает за мой грех. Для чего Бог это определил? С одной стороны, многие говорят, какой Бог жестокий, что вот посредством эти тысячи животных умирали. Но Бог для этого определил, чтобы достучаться до внутренней совести человека, что нельзя делать грех, потому что если ты сделаешь грех, за тебя будет умирать вот эта невинная овечка. Но когда мы образно переходим в наше настоящее время, во время Христа, мы также понимаем и мы должны понять, что мой грех, что он сделал? Он распял Сына Божьего, он умертвил Сына Божьего. Кто его умертвил? Люди чем? Собственной рукой пригвоздили его, они его убили. Понимаете, здесь образно идет перенос вот этого всего. И когда вот этот человек начинает понимать, что он сделал, то сегодня каждый слушающий должен тоже понять, что каждый сегодня совершенный грех, это ты наносишь раны Христу, ты снова убиваешь Христа, ты снова все это делаешь. То есть ты не воспользовался тем, что Христос за тебя отдал свою жизнь, чтобы ты был благодарен и не грешил. Поэтому, когда дальше мы видим, что после этого всего священник брал этой крови и делал дальше вот это, то, что мы с вами изучали, окрапливал, помазывал рога жертвенника, окрапливал занавес, и все оно имело символику. По отношению этого служения. Но задается вопрос, однако грехи там не оставались навсегда, но наступало время специального служения по удалению из святилища, накопившейся там грехов. И это не говорит о том, что там во святое святых, там были полки, там слаживались вот грехи вот так, как на складе. Это все образно сказано в понятии, что этот грех, он там сохранялся. Но мы дальше знаем, что раз в год, израильский народ, мы вчера об этом говорили, да, приходил, это был день очищения, для того, чтобы эти грехи были изглажены, смыты. И когда мы с вами это все изучаем, мы видим, что в периоде этого всего пророческого периода, когда сказано в книге Даниила, что по прошествию 2300 вечеров иуд, святилище очистится. То есть, что будет? Будет начало произведения суда. И когда мы с вами вначале говорили, что слово лаодикия, оно что обозначает? Народ суда. То есть, этого времени, когда закончилось 2300 вечеров иуд, началось время исследования, время суда. Давайте мы вернемся обратно. Израильский народ приходил перед это святилище в ожидании чего? Что первосвященник войдет куда? Возьмет, сделает жертву за себя, возьмет крови, вот все, все он сделает и войдет куда? Во святое и святых, то, что мы вчера с вами говорили, его привязывали за ногу, за то, что если в случае он, как говорится, будет неугодный, он там умрет от славы Божьей. Это как бы дополнение к тому всему, как происходило. И он входил туда, этот первосвященник, и что он там делал? Там являлась Шахина, или же Бог во славе являлся между двумя херувимами. И этот священник, этот первосвященник, он был посредником между народом и Богом. И он там вопрошал Бога о прощении, или же об очищении народа от тех грехов, которые они приносили целые годы, эти жертвы. Теперь же давайте перенесемся уже в настоящее время. Когда по пророческому времени, в окончании 2300 вечеров и утра Даниила сказано, что святилище очистится, это что произойдет? Это день очищения, как было в израильском народе. Это начинается суд. Это дальше подтверждается седьмой период. Видите, как оно имеет связь одно с другим. Это лаодикия, народ суда. И когда мы говорим о том, что в это время начинается суд, то есть Христос, как жертва, Он предстоит перед Отцом, образно говоря. Потому что люди всегда привыкли себе представлять это в реальности, что там сидит Бог на престоле, что там Иисус заходит. Ну, как Елена Уай там описывает, тоже как описано такое понятие. Но описано, знаете, для такого человеческого приниженного ума, который бы могли бы люди понять. Когда вот, когда человеку непонятно, ему приводят вот такие, ну, как бы сказать, примеры, которые бы, чтобы они донесли вот это. Когда мы ребенку там начинаем объяснять, или еще что-то. Вот почему Иисус Христос всегда ученикам приводил такие примеры. Там, с колосьями, с семенами, с деревьями. Понимаете, вот это, можно сказать, такое приземленное понятие, чтобы дошло до каждого вот этого человека, потому что они все такие интеллектуально развитые в понимании философии такого заумного изречения. Поэтому Елена Уай там, как Бог ей открыл о том, что вот это переходы святое, 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 как там на колеснице, так как там проехали, как там туда вот. Для того, чтобы человек образно мог понять, что вот он был здесь, в первом отделении, что ему надо перенестись во второе отделение. Хотя мы должны с вами понимать, это не в таком плоском детском понятии. Это написано для всех народов. Но если мы с вами начинаем изучать эту истину, то, конечно, не надо было садиться в колесницу и ехать за занавесь куда-то этой колесницей, чтобы переехать, то есть из одной комнаты перейти в другую. Но это так рассказано по-простому, по-детски, чтобы человек просто для себя мог представить, что вот переход произошел. И вот этот переход, который произошел, он произошел в 1844 году. И вот Миллер, он ошибся. И то есть он в летоисчислении, он все правильно сделал, и эта дата действительно правильная. Но он просто перепутал пришествие Христа на землю и переход Христа во святое и святых, как ходатая и посредника, то есть время или период суда. Мы с вами живем в период суда. Понимаете? В этом периоде суда много есть тоже вопросов побочных, которые задают, что было во время Израиля в этот день, сколько там они дней после, молились, то и то. Нужно ли в это время нам как бы вот ничего не есть, а ничего не есть, значит нам надо умереть, потому что мы всю жизнь в периоде суда. Разные такие моменты, каверзных вопросов, которые многих людей уводят как бы в тупик познания. Но мы с вами должны это воспринимать в духовном плане. И те грехи, которые мы с вами, например, всю жизнь грешили, и которые, как бы сказать, ну, складируются, это не говорит о том, что у вас грех полетел на небо и там сидит во святое и святых и ждет, пока Месть Христос придет и начнет как бы делать вот это искупление от грехов. Это все образно сказано о том, что происходит суд на небе над каждым из нас, над нашей жизнью, и человек определяется. Поэтому, когда мы все это изучаем, то мы видим, что прообразное служение священников совершали служение в обоих отделениях земной скинии. Так и Христос священно действует в обоих отделениях небесного святилища. Небесный храм тоже имеет два отделения, в противном случае и земной храм бы не имел этих двух отделений, потому что он сделал, сделан по образу или про образу небесного святилища. Наш Господь служит в обоих отделениях, в противном случае служение священников на земле не было точно таким же прообразом его работы. Павел ясно утверждает, что он служит в обоих отделениях, так как говорит, что он вошел в святилище на греческом языке. Святые отделения со своей кровью. Евреям 9 глава 12 текст. Задается вопрос, если нету небесного святилища, так зачем апостол Павел именно пишет к евреям, никому, не к римлянам, не к галатам, а к евреям? Почему? Потому что евреи знали эту скинию, и они всю жизнь приносили этих животных, и они продолжали этих животных до 70-го года нашей эры, после Христа, приносить, когда уже Бог не встерпел, и когда уже было полнейшее разрушение Иерусалимского храма, и когда Бог полностью отверг Израиля, когда Он полностью, как бы сказать, Он не стал уже тем избранным народом. Уже это полностью отчуждение. И вот апостол Павел пишет евреям, и вот 9 глава 12 текст, что Иисус Христос вошел со Своей кровью. Куда Он вошел? Он не вошел же в скинию Моисееву, потому что уже не было ее в то время, был храм. Но Он вошел уже после того, и мы видим, что служение Христа в небесном храме соответствует служению священников в обоих отделениях скинии. Поэтому, когда мы с вами все это изучаем, мы видим, что все тексты, которые подтверждают это, но есть люди, которые вырывают тексты из контекста и строят свою философию, или же такое ложное учение, которое многих соблазняет, и многие говорят о том, что нету там никакого святилища, нету ничего там на небе, и эти вопросы свои задают, такие, о которых мы с вами говорили. Но задается вопрос, если нету этого служения Христа в небесном святилище, значит мы не можем иметь прощения, мы не можем иметь ходатая. А Библия, Новый Звет особенно говорит, что у нас ходатай, наш первосвященник Иисус Христос, задается вопрос, а зачем нужен этот титул Иисусу Христу, как Сыну Божьему, вот этот первосвященника, ходатая и все остальное, если нету там этого святилища, если не происходит вот это служение, зачем надо вот это приписывать Христу, первосвященничество, служение, ходатайство и тому подобное. Зачем Иисусу Христу ходатайствовать за грешников, если Он может эти вопросы решить, раз и все и решил. Но мы видим, что все-таки, как земное святилище, так и небесное, оно имеет свое место и доказывает, что действительно это есть. Когда мы читаем книгу Откровения, 21 глава, 22 текст, вот этот 22 текст многим как бы становится камнем преткновения, которые говорят, вот видите, читаем, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Сидержитель, храм его и Агнец. Вот видите, что написал Иоанн, то он видел там, то он уже его не видел, этого храма. Но мы должны иметь все-таки какую-то мудрость, а если ее нету, мы должны просить у Бога, чтобы Бог дал мудрость. Когда Иоанн писал в тех предыдущих своих главах, то, что он видел, он писал действительно истину. И эта истина относится к каждому времени. Поэтому он писал времени, когда после 2300 вечеров Иуд, вот этот отрезок времени следственного суда до закрытия благодати. Он там видел, что происходит это служение. Но когда служение уже закончится, когда закончится служение Иисуса Христа в небесном святилище, когда Бог Отец скажет, что совершилось, когда Бог Отец скажет, совершилось, что делает Иисус Христос, Он снимает с себя священнические одежды, одевает царские одежды, и приходит в наш мир как царь царей и Господь господствующий, как судья, потому что Бог дал или же вручил ему в руки все. Поэтому мы должны немножко отличать время, не просто смешивать все в кучу и вырывать тексты из контекста и начинать опровергать. Это время следственного суда, это время служения Иисуса Христа в небесном святилище, оно закончилось. Но когда уже Иоанн пишет в 21 главе, он уже описывает другое время. Он описывает новое небо и новую землю, исходящий Иерусалим. То есть то, что было, оно уже ушло в небытие, служение Христа закончилось, святилище и все служение закончилось, люди распределены, кто во спасение, кто в погибель. Больше уже не надо Иисусу Христу быть первосвященником и не надо ходатайствовать перед Отцом Небесным. Все закончилось. И тут начинается новая эра, как бы сказать, в нашем понятии. И тут уже Иоанн описывает новое время. Время, когда нету греха, нету грешника, нету дьявола. И дальше он пишет, храма я же не видел. Почему? Потому что нету нужды, чтобы был храм. Потому что в храме что производилось? В храме производилось жертвоприношение, и в храме производилось что? Прощение грехов. А этого уже не надо, потому что грешников не будет, и не будет ничего. Поэтому Иоанн пишет, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И далее Исаия пишет, из месяца в месяц, из субботы в субботу будут приходить на поклонение перед Богом. То есть искупленный народ, что он будет делать? Он будет приходить к Богу с благодарением, с радостью, с тем, что Бог им подарил, они постоянно будут славить Бога. Они уже не будут приходить за прощением, за ходатайством и за всем остальным. Поэтому все те, которые стараются как-то опровергнуть, вы видите, ну никак Писание не перевернешь с ног на голову. Оно все имеет свое место. Поэтому мы сегодня с вами вот это все изучили. Но я еще хочу сказать следующее. Мы говорили о том, что мы параллельно затрагиваем по отношению и другие вопросы. Другие вопросы, которые касаются этого всего. Хотелось бы обратить общее внимание на то, что вот это движение адвентизма с 1844 года, к сожалению, мы знаем, что с последующими годами началось быть отступление, упадок. Среди них начали быть ревностные люди, которые видели это отступление и начали откалываться от этого движения адвентизма, который Бог как бы вызвал к существованию после этого пророческого периода, которые должны, как мы уже с вами говорили, проповедовать трехангельскую весть. И вот, когда мы по истории идем, что адвентизм начал впоследствии раскалываться. От адвентизма отошли реформационное движение, АСД, от адвентизма ушли также верные и свободные, это шелковцы. И мы видим, что этих три сестры, можно сказать, адвентисты, АСД, АРД, и верные и свободные, это шелковцы. Вот это три сестры, которые они как бы возникли из этого движения. Я хотел бы снова обратиться к вам особенности к реформационному движению. Дело в том, что все, что было сказано о том, что будет выход из остатка, то есть из остатка еще будет остаток, это будет выход именно из этого, всех этих трех движений. Но я хотел бы сказать, что вот эти три движения, эти три сестрицы, которые взяли за руки и ведут людей в погибель. Знаете, вот есть такая сказка, или же повесть такая, когда три сестрицы у окна рассуждали, кто красивее. И вот когда мы начинаем говорить о том, что не будем говорить дальше, вот где динаминации, а только вот эти, самые родственные. И каждый из них, если говорить об адвентизме, они говорят, что мы правильные, мы самые красивые у Бога. Если брать реформистское движение, они говорят, что они, потому что у них есть реформа. Если уже брать там в Шелковце, то у них там вообще все, как говорится. то хотелось бы обратиться и сказать о том, что один идет вперед, одна сестра за руку тянет другую, а третья тянет еще третью. И они все идут, как бы, вот таким стройным шагом. Я хотел бы обратиться к движению реформации. Вы узнаете, это книга, которой я очень благодарен вам, что вы, мы достали эту книгу именно от реформационного движения. И я вас очень уважаю в том, что у вас все-таки немного сохранилась истины. И, как говорится, вы не в первых шагах от вступления, но идете за сестрицей номер один. Так вот, на странице 205, в опровержении того, что вы приняли тоже троицу, здесь написано в самом нижнем параграфе, Гавриил затем обвинил, объявил, извиняюсь, что никто, кроме Бога, конечно, и князя Михаила, не понимал того, что он должен был сообщить. После того, как он рассказал все Даниилу, во вселенной было четыре существа. Почему я говорю? Потому что здесь касается слово Даниила, то есть к этому, к этой мысли. И вот здесь Гавриил обращается к Даниилу, и он рассказал, что во вселенной было четыре существа, имеющие познание этих великих истин. И как вы думаете, кто? И далее, в этой книге, Урия Смита, это пионер адвентизма, который пишет, Даниил, это первое существо, Гавриил, второе существо, Христос, третье существо, и Бог. Четыре. Итак, вы, уважаемые наши реформационные движения, где вы здесь видите еще одного? Из троицы третьего Бога. Мы видите, что пионерия, Урия Смит, это не воспринимал. Давайте мы перенесемся также и в Патриархии и Пророке. Эти книги есть и в движении реформации, и в адвентизме. Открываем эту книгу на странице номер 10. Князь ангелов собрался оспорить верховную власть сына. И в этой цитате, где мы вот здесь читаем, это параграфы, скажу, 1, 2, третий параграф. И здесь сказано, для осуществления этого плана требовалось сосредоточить всю силу его незаурядного ума, который позволял ему занимать среди воинства Божия одно из самых первых мест, это о Люцифере сказано, первых мест после Христа. И так мы видим, что Вестница Божия говорит, что Люцифер занимал первое место после Христа. Когда мы с вами читаем эти моменты, мы также находим, что Урия Смит тоже пишет об этих моментах. И Урия Смит подтверждает то, что написала Вестница Божия. И так мы видим, что три этих сестрицы, которые идут рука об руку, они отступили от учения пионерии адвентизма. Поэтому сегодня у меня к этому всему сказанному обращение, что мы, как духовные родственники, должны остановиться, должны поднять эти книги, поднять эти книги, хорошо изучить, потому что мне кажется, что в реформационном движении в настоящее время то же самое, что в адвентистском. Люди не читают того, что они имеют. Они имеют книги, но они не изучают. Поэтому мое желание, чтобы каждый из вас поднял эти книги и вспомнил о наших корнях. И о наших корне это после 2300 вечеров и утр, когда Бог воздвиг новое движение, вызвал к существованию седьмого периода церковь, церковь, он ей дал характеристику неважную, но он призывает, чтобы мы что сделали? Чтобы мы купили золото, очищенное огнем, чтобы мы помазали глаза своей мазью, чтобы видеть. Поэтому я призываю всех, купите золото, истину Божью, помажьте глаза свои Духом Божьим, чтобы всем нам видеть и правильно вести народ ко спасению, потому что Бог спросит с каждого, куда мы ведем это стадо Божье. Пусть добрый Бог благословит всех вас и поможет, чтобы мы ясно и четко знали, что сейчас в небесном святилище Иисус Христос ходатайствует за каждого из нас. Пока еще время благодати не закрылось, каждый из вас может быть прощенным быть именно кровью Иисуса Христа, даже если мы в своей жизни ошибались, сегодня Иисус Христос вас прощает и желает принять в небесное царство. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok